Эдвард Ли Загадай желание Смотри, сказал Джесси, падает звезда. Почему она смотрит вверх с какой-то робкой надеждой? В Сиэтле звезды всегда казались больше, чем в Балтиморе. Спэт сказал ей, это потому что Сиэтло расположен ближе к Северному полюсу. Сначала она едва могла различать его. Крохотное пятнышко света, скользящее по черному небу над заливом Эллиот. Видишь? Спросила она. Спэт через силу улыбнулся. Загадай желание. Только надо сделать это быстро, пока звезда не погасла. Но Джесси не верила в исполнение желаний. А с чего бы ей верить? Пакетики с малышом, чистым, неразбавленным героином по 20 долларов за грамм, давно канули в лету. Сейчас на улицах в ходу был пластилин, похожий на кусочки черной липкой грязи дешевая дурь, которую гнали сюда из Мексики. Его продавали в углах, катышах из фольги, уже готовыми дозами по четверть грамма. Всего 10 баксов за приход. А еще, еще он вставлял куда сильнее героиня. Даже с учетом ее все возрастающей резисцентности здесь, в Сиэтле, она могла протянуть день всего на шести дозах, иногда даже на четырех. Все, что она слышала, болтаясь в спецприемниках для наркоманов в Балтиморе, оказалось правдой. Ну, по крайней мере, насчет пластилина. На западном побережье этот наркотик был доступней, дешевле и забористее. И не так зверствовали копы. Пункты обмена игл работали официально, никто не задавал лишних вопросов. Наркотрафик был отлажен как часы. Но было кое-что еще, о чем Джесси не рассказывали. От уколов пластилином начинал активно развиваться абсцесс. Эта дрянь оставалась черной, даже если ее отфильтровать. Ощущение было такое, словно впрыскиваешь в себя дорожную грязь. И половину доз приходилось колоть прямо в мышцы рук и ног. Уколоться в вену становилось делом непростым. Кровь сворачивалась быстрее, чем вы успевали ввести препарат. Через какое-то время все ваше тело покрывалось гнойными струбьями. И с такой внешностью в 10 раз труднее было найти в городе клиента даже на отсос. Джесси всегда старалась убедить себя в том, что жизнь, жизнь она как пешеходная зебра. Черные полосы рано или поздно сменяются белыми. Но та черная полоса, по которой она сейчас шла, казалось, не кончится никогда. Или заведет ее в глухой тупик, где свалившийся с крыши какого-нибудь небоскреба кирпич приземлится прямо на голову. Каждое утро, просыпаясь с мыслью, что ей надо ширнуться, Джесси хотела одного – умереть. Умереть было проще, чем жить. Здесь, в Сиэтле, шлюхи и наркоманы как минимум пару раз в неделю прыгали с моста Аврора, пока никто не выжил. Но Джесси не могла убить себя сейчас. Она была беременна. «Гляньте-ка, наш Джесси решил завести себе маленького нарколыгу», – сказал ей пару дней назад Леон, только что вышедший из тюрьмы. К тому времени она уже щеголяла раздутым пузом, еще сильнее выделяющимся на фоне ее 40-килограммового дистрофичного тела. «Если не подохнет, отдай его мне! Я знаю кое-каких людей, кто покупает младенцев. Впарим его с полпинка, они уехать не успеют, что за выблитка купили. Это ненормальный ребенок, Джесс. Он уже сидит на игле с самого зачатия. Этот падаль хуже куска говна, что я высираю из задницы. В общем, вылезет, приходи. Дам тебе за него двадцатку». «Да пошел ты», – думала Джесси. Леон был ее сутенером с первого дня, когда она приехала в Сиэтл. Он уже улыбался ей, едва Джесси успела сойти с рейсового автобуса номер 194. О да, он знал, зачем она здесь. Через месяц с небольшим Леон вышвырнул ее из своей убогой халупы, попутно выбив Джесси несколько зубов в качестве прощального подарка. «Хватит тратить мое время, сука! Ты стал настолько уродливый, что от тебя даже ссаны бомжи в трейлерном парке шарахаются!» Джесси и до этого залетало три раза, но все заканчивалось выкидышами. Вероятно, из-за пластилина или от недоедания, а, скорее всего, и от того, и от другого. Падение на самое дно было стремительным. Ни разу не симпатичную с рождения, лицо у нее было чересчур вытянутое, глаза слишком далеко посажены друг от друга, алкогольный синдром плода – вот все, что она унаследовала от матери. Пластилин? Пластилин сделал Джесси еще уродливее. Струпья покрыли все ее лицо, как проказа. Косметика не помогала. Джесси пробовала сдирать их, но на их месте оставались кровоточащие гнойные раны, быстро зарастающие новыми струпьями. Хотя иногда ей везло, и порой какой-нибудь датой водила подбирал ее на Джексон-стрит. Слишком датой, чтобы обращать внимание на ее уродство. Но основными местами ее работы были задворки дешевых баров, где она быстро отсасывала непритязательным бичам. Этим было по барабану, в кого совать хер. Худшее заключалось в том, что бичи в первую же неделю спускали на бухло все свои скромные пособия и пенсии, а потом бары быстро пустели. И тогда изнурительные минеты с проглотом обоссанным бомжам на остановках, между вонючими мусорными баками в темных переулках, пропитанных мочой. Останься она в Балтиморе, у Джесси была бы более устойчивая клиентура. Дни текли медленно, как слюни. Постоянные запоры, постоянное головокружение от низкого сахара в крови, постоянные приступы эпилепсии от ломки. Джесси чувствовал себя почти невесомой. Пустая шелуха, втиснутая в изношенные шлепанцы и грязные джинсы. Каждый день, шаркающей походкой зомби, она плелась в центр города, моля Господа Бога, в которого не верила. Лишь об одном, чтобы он послал ей хоть одного мудилу, у которого она могла бы отсосать за двадцатку. С ее статусом бездомной появляться на пороге репцентров даже не имело смысла. Вам придется подождать. От трех месяцев до шести. Как мы можем связаться с вами, если у нас появится свободное место? Просто позвоните мне. Я живу под мостом на углу четвертой Джексон-стрит, третий мусорный бакс прам. Ночевать под мостами, казалось, проще всего. Чтобы получить койку в ночлежке, нужно было спать в общественных местах под открытым небом. И тогда тебя возьмут за жопу копы. Или дать на лапу адвокату. Зачем эти козлы снесли Кингдом, а? Примечание. Самый большой многоцелевой крытый стадион в мире. После нескольких дорогостоящих ремонтов был снесен 26 марта 2000 года направленным внутренним взрывом. По крайней мере, могли бы оставить его хотя бы на ради того, чтобы бездомным было где переждать непогоду. А недавний план городской администрации по облагораживанию города поставил крест еще на двух приютах. Да пошли они все! Она будет подмываться в Лейк-Юнион и спать под мостами. Помойки и мусорные баки не давали ей умереть от голода. А занятие попрошайничеством обычно позволяло Джесси наскрести денег на пару дневных доз. Как только темнело, она шла в подворотни и к барам. Удивительно, но ни одна из ее четырех беременностей, включая эту, не была залетом от клиента. Даже до того, как она подсела на пластилин, 99% ее работы составляли быстрые минеты в автомобилях. Все ее беременности были результатом множества изнасилований. Ночью животные владели городом. Когда приступы Лонки загоняли ее в район между трейлерным парком, кишащим свихнувшимися бомжами, и 9-й улицей, где промышляли многочисленные банды, Джесси превращалась в ходячий кусок мяса для сексуальных утех. Однажды ее чуть не убили какие-то подростки, называвшие себя гоп-стоп-мафия. «Никогда еще не ебал, блядь, настолько страшную!» – прокричал один. В конце концов, после того, как ее час пускали по кругу на парковке позади бара «Аристократ», они решили проломить ей голову доской. «Разъебашем, суки, черепуху!» Но на ее счастье в тот момент на стоянку въехал автомобиль, и они убежали. Фары на какой-то миг осветили ее насильников, и лежащая на земле Джесси увидела, что ни одному из них не было больше 15. Вот этого она никогда не могла понять. Даже влача свое безрадостное существование, даже насмотревшись за все это временно всякое, Джесси все равно терялась в догадках, откуда в людях столько жестокости, столько чистого, абсолютного зла. Каждый ее выкидыш был подобен эвисцирации и протекал с быстротой пулеметных выстрелов. Джесси не оставалось ничего, кроме как оставить лежать их там, на земле, и, рыдая, убежать в дождливую тьму. При мысли о самоубийстве у нее текли слюнки, как у сладкоежки, разглядывающего коробку шоколадных конфет в витрине кондитерской. Но пластилин никогда не позволил бы ей этого. Всякий раз нашептывал, да-да, только в марсе мной, в последний раз, а вот потом... Но Джесси знала, этот последний раз будет длиться вечно. Равнодушие стало ее вендетт этому миру. Китайские шпионы крадут ваши военные секреты. Сорок автомобилей столкнулись на пересечении первой и пятой. Двенадцать жертв? Лесные пожары на Среднем Западе уничтожили сто тысяч акров посевов и оставили сотни жителей без крови над головой? И что? Миру плевать на нее. Почему бы тогда и ей не плюнуть ему в рожу в ответ? Хотя... Вот с пэду... С пэду вроде как было на нее не наплевать. Она встретила его где-то с год назад. Хотела стянуть цветок, ну, одну из тех искусственных ярко-красных роз с прилавка на рынке и попалась. Охранники гнались за ней через весь Пайк Плейс Маркет и дальше аж до самых железнодорожных путей, пока Джесси не нырнула под состав и те, наконец-то, не сдались. А несколько минут спустя появился Спэд в засаленном бушлате с эмблемой телепузиков на рукаве. «Бывают в жизни огорчения», сказал он. «Но как бы там ни было, я думаю, ты это заслужила». И протянул ей целый букет искусственных роз. В лице Спэда Джесси вроде как обрела родственную душу. Он так же, как и она, пытался найти в этом мире что-то, чего уже давно нет. Только в отличие от нее, пока еще не сдался. Спэд был стройным, симпатичным, и струбья на его теле выглядели не так кошмарно, как у большинства из них. Он научил ее, как использовать оставшийся после обмена шприцев инсулин и обкалывать им вену. Да, было больно, но зато потом она без труда могла нащупать ее, чтобы вмазаться пластилином. Спэд был умным. Он знал столько всяких вещей, и это очаровывало Джесси. Каждое утро он вскрывал фомкой чей-нибудь почтовый ящик и читал Таймс от корки до корки. Но потом всегда возвращал газету на место. Он даже верил в Бога. «Мы все духи, Джесси», сказал он ей однажды. «Мы бессмертны, и когда наши тела умрут, Бог спасет нас и примет в свой небесный рай». «Но почему этот долбанный Бог не может спасти нас прямо сейчас?» зло бросила она в ответ. «И что это за Бог, который сотворил для нас такой скотский мир?» «Не Бог сотворил его скотским. Мы сами сделали его таким. Но ты не бойся. Он всех нас простит». Джесси не знала почему, но его слова, казалось, вселяли в нее какую-то надежду. Или, может быть, это были не слова, а его удивительная способность несмотря ни на что верить в лучшее. Клиентов у Спэда было всегда больше, чем у Джесси, но он всегда делился с ней деньгами. Однажды ему удалось обчистить карманы какого-то лоха, и на эти деньги он снял им на ночь двухместный номер в Буше. Это был ее день рождения. Жесткая мотельная кровать показалась Джесси небесной пуховой периной. Он учил ее всегда находить мелкие радости в жизни. Во время беспорядков у здания Всемирной торговой организации они, крича и улюлюка, прошагали сквозь толпы протестующих, попутно выуживая у них из карманов кошельки. Потом дразнили копов своими голыми задницами, стоя наверху эстакады на Джексон-стрит. А по пути домой, оказавшись на Стоун-Вэй, стащили пиццу прямо из паяца, потому что Спэд знал, там никогда не запирают заднюю дверь. На набережной они запрыгнули на сцепку трамвайного вагона и ехали так несколько остановок, обдуваемые соленым бризом и громко смеясь. Даже живя в их общем аду, Спэд научил ее смеяться. А потом он начал умирать. О нет, конечно же, они умирали оба, давно, но Спицпэда неожиданно начал быстро прогрессировать. Саркома на спине и задней стороне бедер сказала им все, что они должны были знать. «Ой, ладно, невелика потеря», шутил он, улыбаясь. «Я больше тревожусь о том, сможешь ли ты украсть пиццу, когда меня не будет рядом». Горе закупорило ее, как пробка, содержимая винной бутыли. Она не знала, что ей делать с захлестнувшими ее черными эмоциями. Она не осмеливалась плакать в его присутствии, боясь, что это заставит его чувствовать себя уже мертвым. Вскоре Спэду стало тяжело передвигаться, и обязанность доставать ежедневные дозы им обоим полностью легла на плечи Джесси. Но ее попытки снять клиента все реже и реже венчались успехом. Летом она, по крайней мере, могла заниматься попрошайничеством, выклянчивая деньги у туристов. Но она боялась оставлять Спэда надолго одного. Самым худшим кошмаром для нее было то, что она вернется под мост с двумя четвертями пластилина и найдет его мертвым. И останется совсем одна. Что ей тогда делать? Убить себя прямо рядом с ним? Ну, как же ребенок? Нет, она не могла так поступить. Тогда в этом проклятом мире вообще не останется ничего святого. Шли дни, и Спэд становился все слабее и слабее. Настолько, что почти уже не мог самостоятельно ходить. Хотя в хороший день, такой как сегодня, ей все же удавалось взвалить его на себя и договылять до набережной. Она весь день простояла перед Красным Робином, выпрашивая милостыню, пока он спал, привалившись к опоре общественного пирса. Джесси удалось собрать больше сорока долларов. Затем она вернулась к нему. Так ты загадала желание? Спросил ее Спэд и выкошлил густой сгусток крови. Сейчас он выглядел как живой скелет, одетый в полуистлевшую одежду, но каким-то удивительным образом оставался совершенно спокоен. Нет такой штуки, как исполнение желаний? Конечно же есть. Сегодня ты набрала сорок долларов. Я не желала этого. Просто так получилось. Уверена? Да. Ее голос звучал как голос незнакомки, озлобленный, визгливый. Джесси не могла заставить себя посмотреть на него, поэтому уставилась в небо. Падающая звезда все еще была там, белое пятно, летящее со сверхзвуковой скоростью. Где-то на той стороне залива в Балтиморе была военно-морская база. Поговаривали, что это просто золотое дно для минетов. Девчонки, знакомые Джесси, рассказывали ей, что если после полуночи там покататься автостопом по главной улице, солдатики будут отрывать тебя с руками и ногами. За пару часов легко можно отсосать минимум у десятерых. К сожалению, у Джесси никогда не было достаточно денег, чтобы купить билет на паром и добраться туда. Все та же нескончаемая черная полоса. «Мне нужно сходить и купить нам шернуться», сказала она. «Я скоро вернусь». Еще больше кашля, еще больше крови. Его иссохшая ладонь сжала ее руку. «Постой. Сначала загадай желание, ну, просто ради смеха». Раздражение сейчас было единственным, что помогало ей не расплакаться. «Я скажу тебе, чего я желаю», со злостью выкрикнула она. «Землетрясение! Прямо сейчас! Здоровенное, мать его, бум! Которая расколет чертову землю пополам и утянет вниз весь этот поганый город, всех его жителей, вообще все нахуй их!» «Это плохое желание. В нем слишком много ненависти», сказал Спэт. «Ты не такая. Загадай другое». Джесси мысленно пожелала, чтобы они были мертвы. Она, Спэт, ее ребенок, все вместе, быстро, безболезненно, больше никаких струбьев, никаких минетов, никаких мостов. Вот что она пожелала. Все. Я загадала. «И что ты загадала?» «Эй, ты не должен спрашивать», прикрикнула на него Джесси. «И тогда желание не сбудется». Она снова хотела посмотреть на него и нашла в себе сил сделать это. Хотела наклониться и поцеловать его, и не смогла. Потом продолжала сидеть и смотреть на небо, на падающие звезды. Теперь их было две. Может, начинается метеоритный дождь, как тот, что она однажды видела на берегу Часопикского залива, будучи совсем еще девчонкой. Чуть погодя, она наконец спросила, «А что загадал ты?» Он не ответил. Его ладонь безвольно обмякла у Джесси в руке. Спэт умер. Джесси по-прежнему отказывалась смотреть на него. Ей просто сейчас нужно было встать и уйти. Уйти и не оборачиваться, потому что она не хотела запоминать его таким. Это будет слишком больно. Она уже устала от боли. Молчаливые слезы потекли у нее по щекам. Тяжело дыша, хватая ртом воздух, она изо всех сил старалась не разрыдаться. Бог, Вселенная, космос или кто там еще наверху в очередной раз трахнули ее, отобрав все. Падающие звезды, к тем двум добавилась еще одна, казалось, начали замедляться. Сначала она не поняла, в чем дело, ведь обычно падающие звезды просто сгорают ближе к земле, и уж точно они не разворачиваются и не превращаются в ослепительные белые полосы с оглушительным грохотом несущиеся вам навстречу. Естественно, Джесси не знала, да и не могла знать, как выглядит межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющимися ядерными боеголовками, хотя в какой-то момент она все же поняла, нет, это не падающие звезды, и крепче сжала ладонь с Пэта. У нее как раз хватило времени, чтобы улыбнуться и почувствовать, как по телу разливается тепло. А потом небо вспыхнуло, и ее желание осуществилось. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князин. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Аудиоверсия рассказа записана специально для паблика экстремального хора.